Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизерий, ко мне присоединяется Александр Мартыненко, директор информагентства Интерфакс Украина. Александр, здравствуйте. Добрый день. Знаете, наверное, практически каждую программу можно начинать со слов «живем мы в тревожное время», но сейчас, как вы думаете, насколько вообще вторжение Российской Федерации, уже такое полномасштабное, возможно в Украине? В отличие от остальных украинских, многих украинских политологов, мне Путин не звонит по утрам, не рассказывает, что он будет делать, поэтому мне сложно сказать, насколько это возможно реалистично сегодня. Все может быть, поскольку мы не понимаем логики действий многих российского руководства, хотя если принять за аксиому о том, что это логика рациональная, в чем у меня, честно говоря, есть определенные сомнения, так вот, исходя из логики рациональной, конечно, широкомасштабного вторжения Российской Федерации на сегодня ждать, мне кажется, не стоит. Просто потому, что риски, которые несет это решение для того, кто его примет, они несоизмеримы с той выгодой, которую можно в итоге получить. Но, еще раз подчеркиваю, это рациональная точка зрения. И вполне могут быть эмоциональные решения, решения, основанные на определенном сочетании планет в небе, там Марс в фазе Юпитера или что-то еще там случится. Я так, насколько понимаю, там Москве очень популярна астрология. В астрологии не специалист, надо поспрашивать у тех, кто этим занимается. Так вот, если исходить из этой логики, то, может быть, все. Но, еще раз повторяюсь, по рациональным соображениям, конечно, никакого вторжения на сегодня, я имею в виду, широкомасштабного, вот не нужно. Андрей Ларионов – это человек, который был когда-то советником Путина, мы знаем, сейчас он в Америке, уважаемый профессор. И вот он в 2014 году был первый человек, который говорил, что Путин будет аннексировать Крым, что возможен конфликт над Адбасом, что возможны военные действия. Тогда ему многие не верили и, ну, скажем так, пожалели. Сейчас он снова говорит страшные для нас слова, вот он говорит, что, ну, Путина остановить от новой агрессии практически невозможно. И он уточняет, что Россия хочет установить контроль над руслом Северо-Крымского канала. И вот почти гарантированная широкомасштабная война, если США и НАТО не разместят свои войска в Украине. Вот такой поворот. Ну, вы знаете, мне трудно спорить с людьми, которые общаются с высшим разумом, потому что у меня такой информации как бы нет. По поводу 2014 года, на самом деле, говорили, конечно, многие о том, что это может быть. Но, опять же, если человек попал один раз, это не означает, что он попадет во второй. Во всяком случае, мне так кажется. И это не просто трудно, мне хочется в это верить. Я как бы, опять же, анализируя какие-то национальные аргументы, просто по-другому не скажешь. Еще раз говорю, может быть, все зависит от того, значит, от расположения звезд на небе. Но, что касается Северокрымского канала и этого русла, да понимаете, да можно его, конечно, захватить. Вопросов-то, по большому счету, нет. Вопрос в том, как его потом все это удержать. Потому что после тех боевых действий, которые могут начаться в связи с попыткой захвата Северокрымского канала, может быть уничтожен весь Северокрымский канал. И тогда, на самом деле, никакая вода в Крым не попадет, она спокойно разольется по всем украинским степям. Я думаю, что люди, которые могут, как бы, сопоставляют причину и следствие, они просто это все дело могут очень быстро просчитать. Понятно, что проблема с водой в Крыму существует, но проблема, на самом деле, я не могу сказать, что она абсолютно нерешаемая. Решаемая, конечно, но очень долго, да, тяжело. Да, нужно деньги вкладывать, но кто говорит, что будет легко? Ну, аннексируя полуостров, вдруг ни с того ни с сего, значит, в том положении, в котором он был, его надо обеспечить всем. Это очень трудная задача и очень дорогая задача, приснить, листавить все остальное. Но сам по себе операция по захвату там этих сооружений на канале, которые, скорее всего, в ходе боевых действий будут просто уничтожены. Я думаю, что игра тут свеч не стоит. Это первое. Второе, ну, по идее, можно спрогнозировать сейчас, конечно, и войну с Россией, с Украиной, и с захватом половины территории, если не больше. Можно так напугать народ. Но, опять же, сказать, что это сто процентов невозможно, я тоже не могу. Но оценивая вероятность этого, вероятность достаточно, с моей точки зрения, пока невелика. Что не означает того, что нам нужно расслабляться, что не означает того, что нам не нужно заниматься армией и всем остальным, это само собой. Что касается войск НАТО, как вы думаете, готов ли Альянс оказывать нам более серьезную помощь? И как это может вообще повлиять тогда на Россию? Не будет ли каждая их поддержка нас еще большим раздражителем? И, наконец, легитимизацией агрессии России, точнее, агрессии Кремля в Украине для собственного же народа? Вы знаете, НАТО, конечно, в наших условиях это во многом символ, безусловно, больше, чем реальность. Символ принадлежности Украины к определенному военно-политическому союзу. Мне кажется, что тут сейчас не так важно говорить о НАТО, как важно говорить о поддержке Соединенных Штатов Америки, которая, собственно, является основной силой НАТО и военной, и политической, какой угодно. И в этом смысле, конечно, роль США абсолютно невозможно переоценить, потому что она совершенно в наших условиях для нас принципиально важна. И в этом смысле поддержка США любая. Во-первых, моральная, во-вторых, политическая, в-третьих, и материальная тоже имеется в виду, во-первых, и вооружениями, и, главное, экономическая поддержка. Потому что сейчас, на самом деле, поставка очередной партии вооружения в Украину, как некоторые пишут, самолетов и все остальное, это, конечно, смысла имеет мало, поскольку под все это нужна, во-первых, инфраструктура и люди, которые с этим оружием умеют обращаться. Наших учить надо достаточно долго. Мне кажется, что живые подразделения, войск Альянса и Соединенных Штатов пока что в количестве каком-то более или менее значимым у нас в Украине в ближайшее время не появятся. Поэтому вооружение – да, но еще раз, надо уметь обращаться. Пока все идет на уровне слов, слов очень важных. Во всяком случае, слова, обращенные Байденом, президентом Российской Федерации, это слова очень важные, поскольку все понимают, что за ними стоит определенная сила. И та встреча, которая произойдет, я так понимаю, в ближайшие месяцы, это может иметь определяющее влияние на ситуацию вокруг Украины тоже. В случае, если будут президентом Соединенных Штатов выставлены определенные красные линии, я думаю, что это будет сделано. Посмотрим, как на это отреагирует Россия. На эти красные линии сойдутся ли они, договорятся ли они о том, где эти линии должны находиться. Или у каждого они будут свои. Мне сказать сложно. Но, во всяком случае, мне кажется, что элементы крупной инфраструктуры НАТО в Украине в обозримом будущем вряд ли появятся. Нам важнее сейчас ускорить процесс совместимости наших военного управления, нашими войсками с элементами управления НАТО. Нам важнее действительно заняться укреплением сектора противовозвращенной обороны, что обязательно должно делаться с участием специалистов НАТО. Но это процесс не быстрый. Это месяцы, а может и годы. Тем не менее, конечно, его надо начинать. Но в текущей ситуации, в ближайшей среднесрочной перспективе, 3-4-5 месяцев, полгода, я не думаю, что что-то удастся сделать в этом направлении. Но, то есть НАТО, на самом деле, зонтик над нами никто не повесит, конечно, но поддержка у нас будет. Еще раз, для нас сейчас важнее даже экономическая поддержка. Важно, чтобы Соединенные Штаты дали соответствующий сигнал Международного влюбленного фонда, поскольку мы находимся в ситуации пандемии и всех остальных проблем, связанных с потенциальной агрессией. А решение этих всех проблем невозможно при таком неуверенном экономическом положении, как сейчас в Украине. Экс-замгенсия Каната Вержбоу сделал заявление, что Донбасс может быть возвращен Украине уже при администрации Байдена. Вот он уточняет, это, кстати, в интервью Олеси Бацман прозвучало и прозвучит. То есть он предположил, что для этого придется, чтобы Путин ушел, но это не обязательно. Как вы думаете, ну вот насколько вообще администрация Байдена все-таки в эти ближайшие годы может справиться? И действительно ли уход Путина может быть решающим здесь? Или все преемники, ну скажем так, и Крым, и Донбасс отдавать будут не намерены? Вы знаете, история о том, что будет, когда Путин уйдет, это, мне кажется, такая любимая игра в разных частях мира. Вот такая игра разумов, игра воображений. Мне кажется, что можно в нее, конечно, играть долго и совершенно бессмысленно, потому что мы имеем президента Российской Федерации, который явно никуда не собирается уходить. И я думаю, что при современном уровне развития медицины, в том числе Россия, в ближайшее время уйдет по состоянию здоровья. Поэтому давайте все-таки исходить из того, что нам в ближайшее время в обозримом будущем надо будет иметь дело с президентом России Владимиром Путином. А кто там придет после него, это жизнь покажет. Знаете, там фантазировать можно бесконечно. Так вот, я глубоко убежден, что при президенте России Путине Россия на вас не уйдет. Просто потому, что это, в конце концов, у него, он живет как в логике развития империи. Он же считается императором, наследником, соответственно, императоров удачных, императоров прошлого, 19 века. А в 20 веке, как известно, были неудачные императоры. Так вот, логика развития, логика империи, для этого успешной империи. Свет только в одном, самом главном условии. Империя никогда не должна сокращаться в размерах, она должна прирастать. Если куда-то кто-то пришли российские войска, они оттуда уйти уже не могут. Потому что тогда уход войск, соответственно, сокращение влияния, сокращение империи, это значит неудача. И это, на самом деле, ловушка, в которую мы сейчас загнали в Кремль, конечно. Потому что расти надо постоянно, чтобы людям подбрасывать успехи в виде расширения себя, территории, влияния. А на самом современном мире это достаточно ограниченная такая опция. Но там, где уже, как бы, то, что уже захвачено, конечно, логика одна, отдавать нельзя ни в коем случае. Потому что тогда ты выглядишь слабым, тогда это уже не какая-то настоящая империя, а такая немножко нарисованная. И, в общем, тебя перестают воспринимать всерьез. Ну, исходя из вот этих мыслей, мне кажется, что уход России из Донбасса крайне-крайне маловероятен. Разве что в случае... Да нет, честно говоря, я даже не знаю, в каком случае. Какой-то договоренности с США, но какие могут быть договоренности, при том, что уже давно сказано российскому народу, что там русские люди, мы их не бросим. Мне кажется, что это последний краеугольный камень, на котором держится какое-то уважение режиму. Типа мы не бросаем своих людей. Мы их не предаем, мы их защитим. От кого неизвестно, но защитим. Так что, мне кажется, нам еще достаточно долгое время придется жить с этим. Я думаю, что до последнего времени действительно в Москве рассматривали, или могут рассматривать и сейчас опцию признания ДНР, ЛНР по грузинскому образцу, потому что они все делают это все по шаблону. Шаблон грузинский существует, поэтому можно по нему идти. И в результате мы получим там еще два непризнанных никем государства, что на самом деле, по сути, мало что изменит в конфигурации силы во всем этом конфликте. Единственное, что тогда можно будет, Украина может считая совестью сказать, что Минские соглашения закончили свое существование и, соответственно, по желанию Российской Федерации. Для многих в Украине, как вы знаете, это будет радость. А для европейцев, для нормандской четверки? Вы знаете, нормандской четверки важно, чтобы, я имею в виду, четверка, это включает Путина, я имею в виду для Германии и Франции, если вы их имеете в виду, половину нормандской четверки, которая представляет Европу, конечно, главное принципиально, они очень хотели бы добиться мира. Мира имеется в виду стабильного мира. Не перемирия там на месяц, на два, на три, а стабильного мира. Мне иногда кажется, что уже условия даже не имеют значения. Главное, чтобы не было войны, главное, чтобы не стреляли, главное, чтобы была хоть какая-то устойчивость и было достигнуто понимание того, что война не начнется, горячая война, большая, которая поставит перед Евросоюзом, перед Германией и Францией еще новые задачи, но что она не начнется завтра или послезавтра. Поэтому вот все, что на самом деле делают Германия и Франция, это, конечно, с одной стороны попытка разрешить конфликт, с другой стороны попытка его заморозить. Замораживание конфликта, как мне представляется на сегодня, и в Берлине и Париже видится как самым реалистичным вариантом, что, кстати говоря, не совсем коррелируется с позицией Штатов, потому что в Америке все-таки хотели бы, я думаю, этот конфликт разрешить. Ну и то и другое, очень тяжелая задача, кстати, даже замораживание сейчас уже добиться тяжелее, чем, например, 3-4 года назад. Александр, знаете, я когда-то читала статью такую, в которой говорилось, что если, например, ты в городе и тебе стало плохо, то ни в коем случае нельзя кричать «помогите кто-нибудь», потому что никто не откликнется, вполне возможно, каждый будет думать, что поможет кто-то другой. Поэтому ты должен выбрать какой-то объект и звать именно его себе на помощь. Вот сейчас, когда Украина, когда мы обращаемся ко всем, когда мы ищем союзников и в Турции, и в Британии, Европа, Америка, не получится, не попадем ли мы вот в эту самую ловушку? Да нет, ну, в конце концов, мы же не сидим в Киеве и не кричим «помогите кто-нибудь». Мы действительно разговариваем по конкретным вопросам с каждым конкретным союзником, причем, поверьте мне, разговоры с каждым конкретным союзником о конкретных совершенно вещах. То есть есть интересы Турции, мы их должны понимать, есть интересы Соединенных Штатов, интересы Германии и Франции, и поэтому реалистичность политика дипломатов заключается в том, чтобы предлагать во время, в ходе переговоров, те вещи, которые интересны конкретной же стране. В данном случае там Турции, да, которая на самом деле, может, конечно, и хотела бы, чтобы, значит, конфликт разрешился и в целом, да, в том числе Донбасс-Луганск и Донецк-Луганск стали опять территорией Украины, полнокровной территорией с контролем. Но мы прекрасно понимаем, что главное для них это Черноморский регион. То есть, собственно, Черное море, Крым, есть вопрос крымских татар, которые просто для Эрдогана важны внутрь политически, в том числе. Так вот, говорить с ними можно именно об этом. Это тоже в интересах Украины, мир в Черноморском регионе. Если иметь в виду Соединенные Штаты, это совершенно другая, это геополитика. Если имеется в виду Германия и Франция, как я уже сказал, это там стабильность и мир в Европе, которых они хотят добиться. И с каждым из этих партнеров мы разговариваем, соответственно, о том, что ему близко и то, что ему понятно. У кого есть вооружение, например, какое-то современное, которое можно достаточно быстро поставить в Украину, мы говорим о вооружении. Поэтому я не думаю, что это такой глобальный крик на весь мир. Можно было бы там назвать это все, допустим, идею Крымской платформы, но Крымская платформа на самом деле призвана только... У нее есть только одна цель, чтобы мир не забыл о Крыме. Вот в истории с Донецком, Луганском, со всеми, с войной, которая там продолжается, чтобы мы не забыли о том, что существует Крым. Это, в смысле, такая напоминалка, такой звоночек, колокол, который будет звонить постоянно, говорят люди, не забывайте. Ну вот, поэтому не думаю, что мы останемся совершенно одни. И все думают, что вот нет, не поможет, мы тут ни при чем, пусть Америка помогает, Америка говорит, да мы тут ни при чем, пусть тут еще помогает, нет, конечно. Так или иначе, большинство тех партнеров, с которыми мы общаемся, они так или иначе к этому конфликту привязаны. То ли к географическим положениям, то ли потому, что это страны Евросоюза, на границах которого происходит фактически горячая война, то ли это Соединенные Штаты, которые просто геополитические лидеры были. Знаете, вот когда президентом был Янукович, то часто было достаточно стыдно наблюдать его на встречах с президентами других стран, потому что он не владел английским языком. Потом к нам президентом стал Петр Порошенко, который говорил бегло, и многие называли его хорошим дипломатом. Когда выбирали Владимира Зеленского, то многие акцентировали внимание на том, что он займется внутренней политикой серьезно, то есть честный человек, который будет бороться с коррупцией и улучшит нашу жизнь здесь. Сейчас Владимир Зеленский вошел в амплуа как раз переговорщика, дипломата, потому что это стало на данный момент основным его родом деятельности. Как вы считаете, Владимир Зеленский справляется? Ну, во-первых, хочу сказать, что чувство стыда, которое мы испытываем от того иного политика, совершенно не зависит от степени владения им английским языком. Поверьте мне, вполне сочетается блестящее английский и чувство стыда. Поэтому это, конечно, не показатель. Стыд возникает совершенно по другим причинам, потому что когда лидер действует неадекватно. Что касается Зеленского, ну, я так понимаю, что он, конечно, за эти годы вырос сильно. Он пришел человеком, который вообще совершенно не понимает, конечно, что такое дипломатика, что такое международная политика, где наши партнеры и что от них ждать. И что это вообще такое, международная политика. Я могу сказать, что, в общем, за эти годы были разные люди с ним вокруг, но там были и есть опытные дипломаты, и там были и есть опытные переговорщики. И мне кажется, что мы можем много говорить про подбор людей в Кабмин или на уровне губернаторов, но на уровне внешней политики, мне кажется, что команда, которая сложилась сейчас в широком смысле этого слова, она достаточно сильная. И поэтому это важно было, на самом деле принципиально важно, прежде всего, подобрать людей, подобрать правильных людей. При наличии такой команды, в общем, очень многие вещи, они становятся уже более реализуемы, да, то есть тогда уже переговоры готовятся правильно. Потому что, поймите, на самом деле, все эти вопросы глобально решаются не в ходе разговора двух лидеров, они там просто уже утверждаются, любые переговоры надо готовить. Долго и скруплезно лидеры должны получить готовое решение для своей встречи, это идеально, а не искать эти решения часами, как это было во время Минских переговоров в 2015 году. Поэтому я, честно говоря, не вижу особых, у меня может быть отдельные точки зрения по поводу риторики, там стоит ли сейчас говорить о НАТО прямо сегодня-завтра о вступлении или не стоит, мне кажется, что это тоже есть свое обоснование, значит, которое вытекает именно из переговоров один на один и переговоров в узком кругу. Но, во всяком случае, на сегодняшний день у меня пока нет оснований говорить о том, что команда внешнеполитическая, президенты и сам президент, они действуют неадекватно, там за них стыдно, они совершенно проигрывают всем налево и направо, нет, нет, достаточно все достойно пока. Давайте о внутренней политике. Также президент предыдущий объявлял судебную реформу, делал это официально, а Владимир Александрович неофициально объявил войну судам. Мы видели, что происходило с Конституционным судом, сейчас появилась идея ликвидации окружного административного суда Киева. Как вы к этому относитесь и почему это вот сейчас происходит? Ну, знаете, мне кажется, что окружной административный суд Киева уже перестал быть окружным административным судом Киева, стал окружным административным судом Украины. И по значимости принимаемых им решений, по степени влияния, и в том числе и потому, что дельные судьи этого суда уже просто заняли конкретную политическую позицию. То есть, судья может, конечно, говорить о проблемах внешнего влияния западного мира на Украину, но у меня такое впечатление, что это все-таки скорее слова политика, а не судьи. Я думаю, знаете, это одно из немногих, если это будет решение Верховной Рады, которое будет принято, если будет принято, то одно из тех немногих вещей, которые делаются в последнее время в полном соответствии с Конституцией. Верховная Рада, в принципе, может его действительно, этот суд трансформировать, создать на его месте новый. Почему он там стал таким резонансным? Потому что, знаете, конечно, правосудие, безусловно, это свято, причем справедливое правосудие, правосудие в полном соответствии с законом. Но мы прекрасно знаем о том, что суд, конкретный суд, иногда принимал решения, то есть очередность их принятия, да и, собственно, сами решения, которые уже можно было назвать только политическими, даже не столько юридическими. Ну, а раз политический орган действует в судебной системе, значит, с ним политическими методами идет соответственная борьба. Знаете, я на самом деле считаю, что, конечно, перегрузить надо было бы не только административный суд города Киева, а многие другие суды. И, возможно, так делать и надо, просто судебная реформа, о которой вы сказали, которая начиналась в свое время, она в какое-то время, у меня такое ощущение, пошла не по тому пути, надо бы к ним вернуться в начало, мне кажется, и начать вообще ее сначала. Потому что сейчас ситуация настолько запутана и настолько не, уже из которой не виден простой и понятный выход, что, ну, это может быть самой крупной неудачей президента, вот это вот отсутствие понятной, эффективной, создания понятной, эффективной судебной системы. Я понимаю, что это сверхзадача, я понимаю, что это очень тяжело, что это не касается там одного органа, десяти человек, это касается всей страны, но мне кажется, что вот об этом надо сейчас серьезно думать и меньше разбираться о том, кто кем там управляет со стороны, а больше думать об эффективности этой системы, о том, чтобы решения принимались быстро и эти решения были правосудными. Знаете, вспоминается Грибоедовская о суде и кто, вот вопрос о том, кто будут эти судьи, которые сядут в новом суде. У нас огромная идет недокомплектация судей по регионам, дела решаются по много лет, потому что те судьи просто не успевают. Здесь мы занимаемся одним конкретным судом и непонятно, станет ли новый лучше старого. Ну, он точно станет другим, станет лучше или хуже, пока я не знаю, и никто этого не знает, но теоретически, знаете, один суд, напрягший вся страна, может укомплектовать. Я думаю, значит, нормальными судьями, ну, с Верховным судом вроде как есть такая общая точка зрения, что это получилось, то есть Верховный суд к Верховному суду претензий, как известно, меньше, чем было раньше. Были времена, когда каждое решение Верховного суда, оно тоже подвергалось сомнению. Поэтому я думаю, что один суд набрать можно и сделать его более или менее, сделать его действительно в полном смысле профессиональным. Но это не решение ведь проблемы, это действительно один из участков, да, важный, конечно, да, он там, этот суд принимает решение по искам государственным органам, все это понятно. Но у нас огромное количество судов, до которых еще руки не доходят. И где взять судей? Ну, конечно, они не прилетят из разных стран. Идея британского правосудия в Украине с британскими же судьями, то, что было реализовано в Казахстане, ну, идея такая достаточно спорная, конечно, надо опыт изучать, насколько может он сработать. Ну, это там имеется в виду для инвесторов пока только, для крупных. Но в любом случае, мне кажется, что мы должны эту судебную реформу проводить сами, имея в виду, что нас судить должны граждане Украины. И это, на самом деле, такая очень важная стратегическая задача, которую, в принципе, года историей современной Украины. Не, ну как, Борошенко останется в истории современной Украины. Ну, значит, что-то. У нас все останутся в истории. Янукович останется и все остальные президенты. Нет, это имеется в виду, вы говорите об истории. Я так понимаю, что вопрос был о том, что по степени влияния, по степени вот сейчас именно конкретный момент, отодвинуть его. Нет, ну, президент по определению, за редким исключением, который был в нашей практике, президент самое влиятельное лицо в стране. А Зеленский, у которого большинство парламенте и свое правительство, так тем более. Поэтому чисто административное политическое влияние, конечно, больше. Другой вопрос, опять же, о чем спорят, о том, значит, вторгается ли Зеленский вот этими последними действиями в электорат Порошенко и привлекает ли он его на свою сторону, теряя при этом на Юго-Востоке. Вопрос сложный. На самом деле, те опросы, которые сейчас идут, те цифры, которые мы сейчас видим, в принципе, это не особенно подтверждают. То есть, вот такого массового перетока куда-то там от Порошенко к Зеленскому я пока не вижу. Все достаточно стабильно, плюс-минус там определенные проценты в зависимости от текущих событий. Там люфт есть, но в общем и целом позиции там достаточно такие зацементированы. Да, роста Порошенко тоже стремительно не происходит. Ну, просто потому что момент сейчас такой, невзирая, кстати, на пандемию. Явно неудачные действия власти в отношении к пандемии. Поэтому мне кажется, что для Зеленского важнее всего держать тот электорат, который, и тех людей, которые за него голосовали на выборах. А это совершенно другие люди, это не Порошенковские люди, это люди, которые не так активные, не так пассионарные, но тем не менее, которые ходят на выборы и выбирают. Вот к этим людям, к его избирателям, их напомню все-таки 73%, как-никак, но вот, собственно, Зеленский должен обращаться, потому что попытка собрать под себя всех, она придет к тому, что кого-то придется по дороге потерять. Александр, большое спасибо. С нами был Александр Мартыненко, директор информагентства «Интерфакс Украина». Я, Инга Мизеря, с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok